Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Ну что, друзья, сегодня я вам расскажу о лучших смартфонах бюджетных, которые можно купить в 2021 году. Потому что на рынке сейчас уйма разных моделей, и очень легко купить себе какой-нибудь смартфон, а потом мучаться ближайшие пару лет. Так что я подготовил для вас подборку лучших бюджетных смартфонов, которые можно купить в 2021 году. А потом еще и познакомлю вас вообще с самым лучшим вообще бюджетником за всю историю. Так что обязательно подписывайтесь, если вы еще до сих пор этого не сделали, хотя это удивительно. Лайк, помчали? А начнем мы с вами, я считаю, с очень интересного бюджетника, с настолько низким ценником, что вообще даже удивляешься, как за эти деньги можно было собрать хоть что-то более-менее нормальное. И на самом деле за такую цену вот этот ZTE Blade A5 2020 довольно-таки неплохо выглядит. Да, это пластик, пластик и еще раз пластик, но крышка глянцевая, да еще и с таким интересным узором. А ко всему еще и рамки вокруг дисплея не очень-то и большие. Так что в целом смартфон смотрится очень даже хорошо и со временем. И единственное, что меня смутило, это когда то, что динамик расположен на спинке в нижнем углу. Так что когда смартфон, например, будет лежать у вас на столе, то звук, само собой, будет приглушаться. Ну и ясное дело, что здесь стоит бюджетный процессор. Даже игры десятилетней давности, я уверен, что будут для него проблемы. Но все же для работы системы его хватит. К тому же, сэкономив на железе, ZTE поставили в него неплохой дисплей. И пускай, конечно, разрешение у него только HD+, но вот в принципе углы обзора неплохие. И можно даже комфортненько смотреть всякие видосики. Плюс еще в Blade A5 есть мини-джек. Так что смартфон еще и отлично подойдет в качестве такого бюджетного плеера. Ну и к тому же в смартфоне еще есть и слот для карты памяти, что тоже хорошо. Все же вот батарейка, вы знаете, немножко меня расстроила, потому что стоит в этом смартфоне всего 3200 мАч. И пускай, конечно, его и хватит на день, но все-таки хотелось бы, конечно, больше. Ну и, конечно же, пару слов о камерах. И вы знаете, они есть. На этом все. И вот стоит вот это вот чудо удивительное 100 долларов. Так что если вы ищете смартфон исключительно для звонков и общения, то это прям идеальный вариант. Ссылки на все смартфоны из сегодняшнего видео с хорошими и актуальными ценами будут в описании под этим видео. И вот продолжая тему вот этих вот ультрабюджетников, нельзя не вспомнить, вы знаете, о Realme C3. Потому что этот смартфон получился, ну, очень дешевым. Но при этом в нем есть все, что нужно современному человеку. Например, если вы активный человек, который постоянно находится вне дома, то Realme C3 может предложить большущую батарею на 5000 мАч. И учитывая, что здесь стоит экран с HD разрешением и относительно слабый процессор, даже самые требовательные пользователи смогут выжать из этого аккумулятора, ну, примерно где-то полтора-два дня работы. Все же, конечно, есть один минус, потому что вот быструю зарядку сюда не завезли. И от комплектного зарядного устройства на 10 Вт вот этот вот смартфон заряжается около трех часов. Зато, например, Realme C3 может похвастаться прочным закаленным стеклом Corning Gorilla Glass. А также еще и пластиковым корпусом с таким шероховатым покрытием. И пускай, конечно, смартфон не назовешь прям прочным, но все-таки благодаря Gorilla дисплей не будет царапаться, как говорится, о воздух. А вот это вот ребристое покрытие задней крышки спрячет все царапины и потертости. Так что и спустя пару лет ваш смартфон будет нормально выглядеть, и вам не придется прятать его в чехол, а чехол в пакет. Ну и, собственно, начинка у этого смартфона, конечно же, тоже бюджетная. И, значит, так, внутри установлен процессор Helio G70, который тянет многие игрушки, но, правда, ясно, что только на минимальных настройках графики. Но зато, например, ролики на YouTube сможете смотреть в 1080p, да еще и на довольно-таки большом экране. Ну, а если вы, например, любите слушать музыку, да, или, там, например, смотреть видосики, сохранив их на свой смартфон, то тогда, конечно, лучше прикупить карту памяти, потому что этот смартфон выпускается в двух вариантах, на 32 и 64 гигабайта. Счастью, поддержка microSD тут есть, при том принимаются карточки до 256 гигабайт. Ну и напоследок, конечно, пару слов о камерах. А почему именно пару слов? Потому что они, ну, знаете, здесь такие себе. Как, собственно, и в большинстве бюджетников. Все же, прям, что-то такого плохого про Realme C3, ну, и не скажешь, потому что этот смартфон стоит 107 долларов и требует чего-то такого сверхъестественного от этого смартфона, ну, слушайте, это как минимум странно. Но зато вот у следующего смартфона с этими камерами все отлично. Я бы даже назвал его среди ультрабюджетников таким топ за свои деньги. И да, я понимаю, что Redmi 9 на 30 долларов дороже. Но посмотрев на его характеристики, вы сразу поймете, почему их стоит все-таки доплатить. Ну и первая причина взять Redmi 9, это, конечно же, дисплей. Потому что в этот смартфон поставили уже Full HD Plus панель, при том с хорошими углами обзора. И на таком дисплее можно и комфортно, например, сериальчики в дороге посмотреть, и ленту Инстаграма тоже полистать будет удобно. Правда, вот яркость тут не самая большая, лучше все это делать, например, в тенечке. И рассмотрите все, что нужно, и в голову вам не напечет. К тому же еще и благодаря процессору Redmi 9 неплохо так справляется с играми. И, в принципе, на нем можно спокойно поиграть, например, в Call of Duty Mobile, или, к примеру, в те же танки. Хотя не, погодите. Я даже на флагмане не могу спокойно поиграть в эти игры. Что меня шкалота это постоянно выносит. Нервов на них не хватает. Правда, вот настройки все еще придется выкручивать, конечно, на минимум, но, к примеру, зато вы получите комфортную частоту кадров. Ну, ясное дело, что с более простыми задачами этот Redmi справляется хорошо, так что, если вам нужен смартфон в первую очередь для общения, то это вообще отличный вариант. А, и, кстати, живет Redmi 9 тоже довольно долго, а все благодаря аккумулятору на 5020 мАч. И самое крутое, что, в отличие от предыдущего смартфона, этот поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. Что же, вы знаете, даже тут без минусов не обошлось, потому что Xiaomi решили сэкономить и положили в комплект только 10-ваттную зарядку. Ну, слушайте, хоть чехол не забыли и на том, как говорится, спасибо. А вот на камерах в этом смартфоне экономить уже не стали. И Xiaomi поставила в Redmi не только главный объектив на 13 мегапикселей, но еще и ультраширик на 8. Ну, и не то, чтобы они уже очень круто снимают, но, в принципе, я считаю, достойно. Ко всему в Redmi 9 есть еще NFC, слот для карточек памяти, разъем для наушников и даже сканер отпечатка пальцев тоже на месте. А что еще нужно для счастья? Что? Ну, зарплату побольше и что там еще? Ну, и жену помоложе. Ну, это же к Redmi 9 никак не относится. И стоит вот это вот бюджетное чудо около 135 долларов или 0,0029 биткоин. И поверьте, я ведь не просто так об этом вспомнил. Ведь недавно промелькнула новость, что магазин Xiaomi в Португалии начал принимать биткоины для оплаты. Правда, потом, конечно, оказалось, что это неофициальные магазины, китайцы тут ни при чем. Но я считаю, что идея хорошая. Потому что платежи в криптовалюте принимают уже Microsoft, Tesla, Amazon и даже кофеек в Starbucks можно тоже купить за биткоин. И со временем, друзья, поверьте, список этот будет только расти. Так что сейчас самое время подумать о своем будущем и завести себе криптопортфель. А поможет вам в этом Currency.com. А рекомендую я именно эту криптобиржу, потому что это первая в СНГ регулируемая криптобиржа, которая работает в соответствии с законодательством Республики Беларусь. К тому же Currency.com проходит еще и ежегодный аудит. Это таких серьезных ребят в костюмах одной из компаний Большой Четверки. Ну и приятный бонус это то, что у Currency.com есть счет Сбербанк. И так что клиенты этого банка могут еще и сэкономить на комиссиях. И это уже даже не говоря о том, что на криптобирже вообще море криптовалют. Ну и ко всему криптобиржа Currency.com это еще и отличная платформа для обучения новым и полезным вещам. Потому что на криптоплатформе есть возможность создать демо-аккаунт, на котором можно самостоятельно уже обучаться трейдингу. И даже если вы не превратите торговлю на криптобирже в свою постоянную работу, то сможете себе организовать такой небольшой пассивный доход, чтобы накопить, например, на новый смартфон или там, например, на отпуск. А также еще ребята из Currency для вас подготовили бонус. Значит так, переходи по ссылке в описании, регистрируйся, вноси не менее 20 долларов, соверши минимум одну лавердж-операцию и получи бонус 50 долларов с Currency. Поэтому не упусти момент, переходи по ссылке в описании и регистрируйся на Currency. И вот первое, что мне понравилось в новом Redmi 9T, это разнообразие расцветок. Ведь обычно Xiaomi выпускает только пару каких-то скучных расцветок, а тут он тебе на сразу 4 версии с очень яркими корпусами. Вон у моего оператора Русика девушек столько не было, сколько у этого смартфона расцветок. Надувные Русик не считаются. А, тогда не было. Ну а я о чем? Ну а во-вторых, в Redmi 9T поставили еще довольно-таки неплохой IPS-дисплей с Full HD разрешением и довольно тоненькими рамками. Так что смотреть ролики на YouTube будет удобно, при том, Xiaomi еще и добавила в этот смартфон стерео. Да и поиграть на этом смартфоне тоже в принципе можно, ведь тут стоит Qualcomm Snapdragon 662, который, знаете, можно так описать, как мал да удал. Потому что прот старый и не особо мощный, но вот с большинством задач, которые на него возложены, он справляется. К тому же Redmi 9T выпускается с оперативкой на 6 гигабайт старшей версии, так что смартфон будет работать стабильно и быстро. Ко всему внутри поместилась еще батарейка на 6000 мАч, с которой смартфон может прожить вообще около двух дней. Притом Xiaomi обещает, что вот этот вот аккумулятор может прожить без потери емкости 4 года, что я считаю очень круто. Если через 4 года я это не забуду, то обязательно проверю. Ну вот камеры, вы знаете, вообще не впечатляют. Но с другой стороны, как для этой цены, так качество вполне ожидаемое. Ну и как вы уже поняли, по характеристикам Redmi 9T очень похож на Poco M3. И главное преимущество Redmi в том, что у него есть NFC. Так что если вы, например, не могли выбрать между этими смартфонами, то я все-таки советую брать Redmi 9T, а не Poco M3. К тому же Poco выпустила улучшенную версию M3, которая уже непосредственно превосходит Redmi 9T по некоторым моментам. А называется эта новинка Poco M3 Pro. И первое, что бросается в глаза, так это такой прикольный дизайн. И может, конечно, вам кажется, что в нем нет ничего такого особенного, но как по мне, выглядит довольно здорово и свежо. Как внук, который провел лето у бабушки в деревне без интернета. В общем, как минимум за старание дизайнерам можно, я считаю, поставить лайк. Ко всему еще Poco поставили смартфон не простой IPS-дисплей, а с быстрой частотой обновления в 90 Гц. А так как здесь стоит вполне себе быстрый Dimensity 700, то и повышенная частота обновления картинки, я считаю, будет заметна. Правда, конечно, в играх 90 FPS вы вряд ли получите, потому что процессор, пускай, конечно, и мощнее Snapdragon 662, но игровым его, ну, не назовешь. К тому же хочу отметить, что главная фишка Dimensity 700 не в игровой производительности, а в поддержке 5G. То есть получается, что Poco M3 Pro, можно сказать, что это один из самых дешевых смартфонов с поддержкой уже сетей пятого поколения. Где вы найдете 5G в своем городе, это уже второй вопрос, но зато как только они появятся в общем доступе, то вы уже будете, говорится, во всеоружии. Ко всему еще в Poco M3 поставили NFC, что тоже, я считаю, большой плюс. А вот камера осталась примерно такой же и делает просто нормальные снимки днем. В общем, в качестве мыльницы вот такой вот на каждый день Poco M3 Pro сгодится. И обойдется вам Poco M3 Pro примерно где-то в 206 долларов. Все же, если вы готовы пожертвовать 5G и добавить какие-то жалкие 20 долларов, то сможете получить, наверное, лучший смартфон Poco в 2021 году. Короче, твоя жила подсадила тебя на веганство, да, тебя эти котлетки в холодильничке манят, манят, да? Ну так в чем проблема? Возьми, сделай себе нормальный бутерброд, положи пару котлет и наешься ты уже. Или ты думаешь, что твоя жена сейчас меня смотрит со своими подругами под брокколи со шпинатом? Я тебя умоляю. Не благодари, подписывайся. Да я понимаю прекрасно, что я вам уже все уши прожужжал про Poco X3 NFC. Но говорить о лучших бюджетниках и не вспомнить этот смартфон, ну слушайте, это просто стыдно. Это как зайти в кофейню и не взять пару лишних стиков сахара на халяву. Ну это же стыдно. Потому что с Poco X3 NFC Xiaomi вообще поменяла подход именно других компаний к созданию бюджетных смартфонов. Ведь если раньше бюджетники были слабыми, некрасивыми и с плохими дисплеями, то в случае с X3 NFC все с точностью наоборот. Например, экранчик здесь IPS с частотой 120 Гц, а процессор уже поставили Snapdragon 732G. Притом Xiaomi даже не пожадничала на быструю оперативку и даже добавила поддержку еще и быстрой зарядки. И ко всему запихнули железо, я могу сказать, что в довольно-таки красивый корпус. Да, Poco X3 NFC не назовешь именно первым красавцем на селе. Но его можно похвалить, например, за то, что он выглядит все-таки как все остальные актуальные смартфоны на рынке. И единственная претензия к этому смартфону это то, что корпус у него пластиковый. Ну и, собственно, камеры у этого смартфона получились тоже неплохими. А если еще при просмотре фотографий держать в голове цену этого устройства, ну, я считаю, можно даже игнорировать вот эти вот перенасыщенные цвета. Потому что в остальном кадры получаются четкими и яркими. А как за такие деньги, так, извините, большего ждать и не приходится. И если вы уже давненько присматриваетесь к X3 NFC, то готовьте порядка 220 долларов. Или можете, например, докинуть двадцаточку к этой сумме и взять следующий интересный смартфон из линейки Redmi Note 10. И первая причина докинуть немного денег и купить Redmi Note 10s это, конечно же, дисплей. Потому что Xiaomi поставила в этот смартфон AMOLED-панель с хорошим запасом яркости и широкими углами обзора. К тому же производитель не забыл еще и добавить функцию подавления мерцания. Так что этот смартфон подойдет даже для чувствительным к шиму пользователям. Ко всему Xiaomi поставила довольно-таки неплохой процессор. И пускай, конечно, он не дотягивает до звания игрового, но большинство игр запускает, при том без лагов и перегрева. Так что если кто-то зимой хотел сэкономить на отопление благодаря покупке этого смартфона, то можете не рассчитывать. Да и для нормальной работы системы мощности вам вполне хватит. Так что, в принципе, Redmi Note 10s годится для любых задач. И, кстати, фоткает он тоже неплохо, а особенно если делать это на улице и днем. Ну вот вечером детализация, конечно, заметно падает, а ночью, кстати, даже не спасает ночной режим. Впрочем, от бюджетного смартфона большего и не ждешь, хотя Note 10s получил еще и неплохой ультраширик, что даже удивляет. Ну и третий жирный такой плюс этого смартфона это, конечно же, аккумулятор, потому что Xiaomi поставила сюда батарейку на 5000 мАч и при желании заряд можно растянуть даже на пару дней. Но если вы активный пользователь и посадите смартфон раньше времени, то вам придет на помощь что? Правильно, 33-х ваттная зарядка. И заплатить за вот этот вот весь набор придется около 245 долларов, что довольно, я считаю, дешево. Все же, если мощности, например, Note 10s вам кажется маловато, то вам стоит присмотреться к следующему смартфону. И, по сути, вы знаете, Poco X3 Pro можно даже назвать таким себе бюджетным игровым смартфоном. Потому что, как для таких характеристик, то стоит он, ну, реально мало, но может при этом предложить реально много. Вот только очень важный момент. Когда будете идти за смартфоном в магазин, не перепутайте его с Poco X3 NFC, потому что они, ну, очень похожи и прошку отличает только вот матовое такое покрытие на корпусе по бокам. Ко всему Poco X3 Pro получил еще и более прочное закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6, но этого вы, конечно, сами не проверите. И, в общем, первая причина, почему я назвал Poco X3 Pro именно игровым смартфоном, это дисплей. Потому что в нем стоит IPS-матрица с частотой обновления в 120 Гц. Притом смартфон получил еще и отзывчивый сенсор, так что касания обрабатываются быстрее, чем в остальных смартфонах. И пускай, конечно, во время листания Инстаграма или, там, к примеру, переписки вы это вряд ли заметите, но вот во время игры в тот же самый PUBG вы будете еще и благодарить Xiaomi за эту фишку. Слышите? Спасибо, 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 спасибо. Это игроки PUBG благодаря Xiaomi за дисплей. Ну или так. Ну и вторая причина именно игровой направленности Poco X3 Pro это, конечно, процессор Snapdragon 860. И пускай, конечно, это не прям флагманский чип, но при этом он сравним с флагманами 2019 года. Так что большинство игр будет запускаться на максимальной графике еще и со стабильной частотой кадров. Ко всему еще в Poco X3 Pro поставили и жирненький такой аккумулятор на 5160 мАч. А в комплекте еще идет и блок питания на 33 Вт. Так что вы сможете на этом смартфоне довольно долго играть, а если он у вас разрядится, то спустя час опять будет 100%. И что очень важно для игрового смартфона, здесь есть поддержка как памяти до 1 терабайта. А, кстати, и чуть не забыл, у Poco X3 Pro есть же все-таки и камера. И, в общем-то, она не то чтобы ужасная, но я считаю, что за такие деньги не самое лучшее. И в этом плане, конечно, Xiaomi явно, вы знаете, сэкономила. Но при этом смартфон стоит 280 долларов. Так что я считаю, грех жаловаться. Ну, а следующий смартфон, вы знаете, это один из моих любимчиков. Потому что за эти деньги вы вряд ли найдете что-то настолько же прикольное. А расскажу я вам, друзья, о Nord N10, который, вы знаете, можно назвать таким пикселем на минималках. И даже учитывая, что этот смартфон сделан из пластика, я думаю, что многим он даже понравится больше, чем Pixel 5. Правда, вот экран у Nord не такой крутой, потому что OnePlus зажала AMOLED и поставила обычный IPS. Но зато частоту обновления в 90 Гц, что тоже, я считаю, круто. Да и, в принципе, сама матрица получилась хорошая. А если еще и подкрутить цвета в настройках, то получите себе, знаете, такой AMOLED на минималках. Ну и разве что Always On так это точно не будет. Да и, собственно, с железом у Nord N10 все очень даже окей. Потому что работает смартфон на Snapdragon 690 в паре с оперативкой на 6 ГБ. И по сути мощности этого смартфона вам хватит для большинства задач. И даже, если захочется побегать в колду или папку. Ко всему памяти сразу ставят 128 ГБ, да еще и есть слот для карты памяти. Так что загрузить смартфон разными развлекухами у вас получится, можно сказать, что под завязку. Все же одна из главных причин взять именно этот смартфон это, конечно же, оболочка Oxygen OS. Потому что она внешне очень похожа на чистый Android. И OnePlus практически не ставит собственных приложений, так что чистить смартфон от мусора в первый же день вам не придется. Ну, слушайте, не зря же название вот этой вот операционки переводится как воздух. Ко всему Oxygen OS еще и неплохо оптимизировано, потому что с не самым мощным процессором операционная система в этом смартфоне вообще вот так летает. Ко всему еще и камера в Nord N10 довольно хорошая. Да, пускай здесь нет вот этого фирменного приложения камера от Google, но фотки все равно получаются отличными. И OnePlus даже, кстати, добавили функцию съемки фото в формате RAW. То есть смартфон делает фотку с минимальной обработкой и не сжимает файл. Так что на выходе получается фотография с большим количеством деталей, которая отлично подходит для обработки в том же самом, например, фотошопе. Ну, и питается все вот это вот дело. От батарейки всего на 4300 мАч. Но, знаете, тут радует, что есть хотя бы бы быстрая зарядка на 30 ватт. А стоит вот это вот все примерно где-то 280 долларов. Все же, если вы ищете смартфон с максимально крутыми характеристиками и при этом за небольшие деньги, то вы знаете, выбор у вас один. И ясное дело, что это Redmi Note 10 Pro, который, вы знаете, можно даже назвать самым удачным смартфоном Xiaomi за всю историю. Я думаю, что сотрудники Xiaomi где-нибудь там в курилке именно так его и называют. И понятно, что он не такой мощный, как тот же, например, Mi 11 Ultra, но вот среди имена бюджетников это, наверное, лучшая модель. Просто такая, знаете, Ирина Шейк среди бюджетников. Ну, например, в смартфоне поставили, я считаю, отличный AMOLED дисплей с частотой обновления в 120 Гц и еще и поддержкой HDR10. Так что разные там сериальчики, ролики на YouTube на вот этом вот экране будут выглядеть ну просто отлично. Ну и само собой, что у него есть все вот эти вот прикольные фишки AMOLED в виде там Always On, низкого расхода заряда с темной темой и остальных. Ко всему Xiaomi не стала еще экономить на процессоре и поставила в Note 10 Pro Snapdragon 732G, которого хватит, по сути, ну, для любых задач. Притом, неважно, хотите вы тихо-мирно, например, полистать инстаграмчик или, к примеру, порубиться в папку. Ну и главный плюс Redmi Note 10 Pro это, конечно, камера. Потому что Xiaomi поставили модуль с разрешением в 108 мегапикселей. И ясное дело, что, конечно, этот смартфон не заменит вам зеркалку, но вот четкие и контрастные фото, я уверен, что вам будут гарантированы. А особенно в режиме съемки на вот эти вот все 108 мегапикселей. Ну и приятный бонус это, конечно, аккумулятор на 5020 мАч, с которым вот этот вот смартфон доживет даже до позднего вечера и даже при активном использовании. А даже если, например, и не доживет, то его можно будет легко вернуть к жизни при помощи зарядки в 33 ватта. И вот купить Redmi Note 10 Pro сейчас можно где-то примерно за 277 долларов. А вот за просмотр ролика на The Box вам ничего платить не надо. Поэтому обязательно посмотрите вот эти вот ролики. И главное помните, все самое интересное в коробке. Субтитры сделал DimaTorzok